библейский портал экзегет.ру представляет здравствуйте меня зовут дмитрий добыкин мы с вами на портале экзегет.ру и сейчас мы с вами будем читать книгу пророка варуха а точнее мы ее уже читали и сейчас четвертая глава в 4 глава посвящена прославление премудрости объяснению кто-то кто такая премудрость что такое настоящая мудрость и и в предыдущей главе сказано о том что бог явил себя в израиле и обитал среди людей если мы начнем читать 4 главу то там будет сказано как бог явил себя в израиле вот книга заповеди божих и закон пребывающего век все держащие будут жить оставляющие умрут обратите яков и возьми ее ходи при сиянии света и не отдавай другому славы твоей и полезного для тебя чужому народу счастливы мы израиль что мы знаем что был годно богу книга жизни конечно не сама не сама книга а то что в ней написано исполняя ее люди будут жить те кто согрешает умрут эти книжи бог открывает учение о двух путях путь жизни путь смерти человек может избрать путь жизни и жить получая божье благословение если человек отступает он умрет вот здесь говорится об ограниченности человеческой свободы человек не может делать все что он хочет ему будет будет всегда хорошо абсолютной свободы благодарит только бог все вот что он делает все хорошо а человек чего перед человеком такой у человека такой свободы нет он может выбрать либо жизнь либо смерть и каждый раз когда человек совершает какой-то поступок вот этот выбор перед ним стоит иаков когда-то отступил нужно вернуться мы знаем что слова покаяние по-гречески метаноэ перемена ума а вот по-еврейски она означает возвращение то есть израиль имеет книгу закона он отступил теперь нужно вернуться немножечко так жестко звучат слова то о том не отдаваясь другому слова то и полезно ли тебя чужому народу это вовсе не означает что никто не может принять истинную веру и прийти и стать частью израиля но здесь есть определенная угроза что если израиль не будет исполнять заповеди господь отнимет милость от израиля разорвет тот завет который был заключен на синае и вступит завет с другим народом и слава другого народа будет больше слова израиля израиль мог бы не нарушать завет и жить по милости божий или с ним был бы заключен еще один новый завет и слова которая была в ветхом завете продолжилась бы в новом завете но израиль не принял новый завет и поэтому слова перешла чужому народу то есть нам бывшим язычникам однако мы мы читаем ветхий завет поэтому до нового завета осталось еще еще несколько веков и поэтому говорится счастлив ты израиль что знаешь как богу родить богу когда господь создал людей он вложил в нас ну такой предохранитель от греха мы называем его естественным родственным законом а сигнальной системы этого естественного закона является совесть которая нам говорит правильно ли мы поступаем или неправильно каждый человек ну если он конечно здоров психически рождается вот с этой вот с этой с этим предохранителем и с этой сигнальной системой но так как произошло грехопадение человек ну вот эта система она сломана она испорчена она остается но работает некачественные поэтому господь дает второй предохранитель это священное писание которое мы обращаемся и мы знаем что правильно и что неправильно человек который не имеет божественного откровения не имеет божьего закона он может чувствовать что он поступает правильно или поступает неправильно но даже если вот он поступил неправильно а что делать вот он чувствует вот я сделал что-то неправильное а что делать и он не знает что делать а те которые имеют откровения они знают во первых они знают что является грехом даже для тех людей как для тех людей которые отвергают крайне не знают крайне это может быть не грех но для имеющих больше откровения божий закон божьей заповеди это грех и второе самое главное даже если мы согрешили мы знаем что нам делать поэтому мы счастливы счастлив израиль потому что он знал и счастливы мы потому что мы тоже знаем следующее дерзая народ мой памятник и памятник израиля вы преданы язычникам не на погибели но за то что вы прогневали бога вы при вы преданы врагам ибо раздражались сотворившего вас приносили жертвы бесам они богу вы забыли питающего от вечного бога а также горчили и воспитавшего вас иерусалим ибо он видел пришедших пришедших на вас гнев от бога и говорил слушайте сожителей сиона бог навел на меня великую скорбь ибо я видел пленение сынов моих и дочерей который навел на них вечный я питал их с радостью отпустил с плачем и горести никто не радуется о них вдовствующий и оставленный многими я опустил за грехи детей моих ибо они уклонились от закона божия не познали уставов и они ходили путем заповеде и не вступили на стези учений в правде его давайте здесь немножко привьемся давайте мы разберемся снова говорится о том почему евреи были уведены в плен потому что они приносили жертвы бесам они богу вот очень интересно что здесь впрочем и как в некоторых других пророческих них говорится о том что жертвоприношения жертвоприношения языческие это не просто жертвоприношение никуда или ничему нет за идолами стоят падшие падшие духи и поэтому человек который служит языческим богам он все равно чуть-чуть но служит бесам потому что любая не истина любое отступление от бога все равно имеет своей основе что-то дьявольское дальше идет речь от лица иерусалима иерусалим в данном случае выступает как человек вот здесь он как бы звучит в таком мужском роде но если обратиться к еврейскому тему вообще как бы еврейские традиции то иерусалим часто понимается именно как женщина иерусалим перечисляет что происходило почему ну и и и и почему так происходило потому что жители иерусалима в данном случае можно понимать не только жители иерусалима но и всех жителей иудеи отступили отступили от истинного бога что здесь интересно в десятом стихе достаточно редкое использование а точнее даже не просто редкое использование единственное использование обращение к богу как вечный в данном случае понятно что вечно используется как прилагательное но здесь именно существительное вечный и скорее всего этим словом автор пас автор автор книги заменил слова яхва а слова яхва скорее всего надо переводить как сущие идемте дальше придите сожители сиона и вспомните пленение слов моих и дочерей которые навел на них вечный ибо он навел на них народ издалека народ наглый и иноязычный ибо не устыдились не стыдились старцы не жалясь на младенцами или вдовы с нами возлюбленных и лишились одинок и лишили одинокую дочерей снова говорится наказание которое навел на израиль вечный яхве привел народ издалека это мы понимаем что это вавилоняне если конечно книга про кавароха была написана позже тут еще какие-то завоеватели но в любом случае это не соседи которые не обращали внимание там на возраст на семейное положение людей они старцев убивали младенцев убивали а семьи разрывали далее иерусалим продолжает чем я могу помочь вам кто навел на вас себе цер кто-то избавит вас от руки врагов ваших идите дети идите ибо и остался пуст я снял с себя одежды мира и отделся в речи чем молением буду взывать к вечного дни мая здесь говорится о том что те бедствия которые навел наведены на израиль это бедствие не вот этого народа который пришел а это сделал господь автор книги подчеркивает что если господь посылает то все исполняют его волю даже те народы которые нему не служат еще что очень интересно что здесь нет никакого дуализма то есть как бы такое представление вот все хорошее это от бога а все плохое там от анти бога нет и хорошее и плохое все происходит от бога если все и хорошее и плохое только от от одного бога то ему надо поклоняться другом как никаким другим богам нельзя поклоняться город снова выступает как человек он говорит что я снимаю себя одежды надеваю на себя в речище и начинаю и начинаю молиться дерзайте дети взывайте к богу и он избавит вас от насилия от руки врагов ибо он ибо от вечного я ожидал спасения вашего и мне пришла от святого радость о милости которая скоро придет к вам от вечно спасителя нашего и отпускала с печалью горестью но бог возвратит мне вас радости весельем навеки ибо как ныне сожители сиона видели пленение ваше так увидят скоро спасение ваше от бога который придет к вам с великой силою и с величием вечно иерусалим говорит об изгнании но в то же время он говорит о том что действительно израиль вернется и все увидят это спасение действительно израиль вернулся из вавилонского плена действительно это было радостное возвращение хотя может быть не такое торжественное как кажется из этого описания однако конечно не было там салютов и фейерверков но те люди которые находились в плену которые вернулись о них это была большая большая радость продолжаем читать дети потерпите постигшие от вас от бога гнев преследовать а преследовать и враг но ты скоро увидишь погибли его наступишь ему наши воспитанные у меня воспитание книги пошли жесткими путями схвачен как стадо расхищены врагами дерзайте дети взывайте к богу ибо а вас вспомнит тот кто навел на вас это как а какого было решение ваши чтобы удалиться от бога увеличьте не в десять раз чтобы обратиться и искать его ибо тот который навел 1 вас бедственно идет на вас вечно висели спасение иерусалим продолжает говорит о том что тот народ который вас увел он скоро погибнет и вы восторжествуете если под народом который здесь упомянут понимать вавилонян то действительно так и произойдет потому что через несколько десятилетий после того как евреи были уведены в плен вавилон был захвачен персами подвергнут разрушению и вавилоняне которые были там элитой стали подчиненными история израиля говорит о том что евреи вписались вот такую политическую систему персидской империи и действительно обладали в некоторых моментах властью иерусалим снова говорит о том чтобы евреи обратились к истинным бог потому что он навел на них бедствия и если они это сделают то бог выведет их из плена и даст им веселье продолжаем читать дерзай иерусалим здесь уже идет обращение к городу даровавший тебя дорожите имя утешить тебя несчастные те которые оскорбляли тебя и радовались твоему падению несчастным города которые служили день которым служили дети ты несчастная земля принявшись сынов твоих ибо она она радовалась о твоем падении и веселился им поражение как будет скорбить о твоем так будет скорбиться своем упустошение я от нему не радость о множестве ее народа и хвастовствою будет печаль его придет на нее огонь от вечная на долгие дни весьма долгое время будет обитаемой бесами оглянись русле на восток и посмотри на радость грядущие тебе от бога вот идут сыновь сыновья ты которые ты отпустил идут собран от востока и запада словом святого радуйся славе божией здесь идет такое противопоставление и лецитворения земли и городов вот есть израиль он там скорбел есть другие земли другие города которые радовались падению израиля что произойдет они поменяются местами эти города будут несчастны почему потому что они радовались падению израиля в данном случае конечно же не иерусалим и никакой не вавилон это же конечно же не виноваты город город здание ты здание улица там дороги к стены а люди которые там населяли вавилоняне были жестоки к евреям бог накажет им и они будут будут печальны не совсем понятно о каком каком наказание виде огня она говорит са который придет от всевышнего и накажет землю сложно сказать в данном случае возможно это просто метафора обупустошение обратите внимание что если мы возьмем те народы и те страны или даже столицы тех стран, которые нападали на Израиля, нападали на евреев. Чем все закончилось? Египет угнетал. Египетская империя исчезла. Осирийцы угнетали. Ниневия была разрушена, и следов Осирии исчезли. Вавилоняне угнетали евреев. Вавилон сейчас это просто место раскопок, в отличие от Иерусалима. Персидская империя тоже исчезла. Римская империя тоже исчезла. Македонская империя тоже исчезла. То есть Господь наказывает те народы, которые воюют с Израилем, которые угнетают Израиль, и они исчезают. Мы иногда говорим «Рим вечный город», но все-таки Иерусалим. Автор книги говорит о том, что Иерусалим будет радоваться, потому что в него вернутся сыновья. Это действительно будет так, потому что после Вавилонского плена евреи действительно вернулись из плена, они вернулись из Бавилонии, и когда они возвращались, они радовались о славе Божьей. То есть Бог исполнил свои обещания. Мы с вами прочитали четвертую главу книги пророка Варуха. Мы с вами были на портале exeget.ru. Меня зовут Дмитрий Горьч-Тобыкин. Спасибо за внимание. Всего доброго.